нуклеосинтез реальное образование дейтерия в реальной вселенной мы видели что при температурах порядка 65-75 кФ дейтерий образуется в термодинамическом равновесии ему выгодно образовываться в полном химическом равновесии если бы не было других ядер если бы он не перетекал перерабатываться в другие ядра то дейтерия было бы примерно столько же сколько свободных нейтронов вопрос теперь такой успевает ли он образоваться все-таки вселенные расширяются и полезно понимать что скорость образования дейтерия в космической среде большая или маленькая по сравнению с темпом расширения вселенной прежде всего какой-то оп расширение вселенной параметр фабла мы с вами знаем что это есть температура в квадрате мы на радиационной гуминированной стадии м-планка со звездой значит м-планка со звездой напоминаю есть м-планка поделить на 166 на корень из же со звездой это есть два для фотонов 7 восьмых с учетом ферме статистики для нейтрина каждого нейтрин 2 поляризации 3 типа нейтрина и множится все это на температуру нейтрина эффективную 4 11 температуры фотонов и в степени 4 3 величина примерно 3 36 значит но вот если сюда поставить температуру 75 кф такую условную температуру нуклеосинтеза и вычислить какое здесь получается число то параметр хабла при температуре нуклеосинтеза это величина равная 2 на 10 минус 3 обратных секунд ну и соответственно время жизни мы с вами помним что на радиационной гуминированной стадии время жизни единицы на 2h эта величина составляет примерно 250 секунд а реально это 230 поаккуратней считать 230 секунд нуклеосинтез собственно нуклеосинтез образование элементов происходит когда время жизни вселенной составляет величину порядка 200 250 секунд то есть четырех минут такое характерное время жизни теперь образование дейтерия нам надо с чем сравнить нам надо сравнить с скоростью протекания реакции когда нейтрон попадают на протон и дает значит гамма время обратное время жизни нейтрона по отношению к этому процессу то то есть обратное время время величина обратная ко времени которая летит нейтрон до того как столкнется протон и образует дейтерий что это такое это есть мы с вами знаем сигма в нейтрона это сечение этой реакции умножить на скорость движения нейтрона умножить на концентрацию протона концентрация протона нп порядка значит сигма в это реакция умножить на это б гамма гамма это у нас 23 на квадрат температуру в кубе порядка я здесь написал потому что протонов на самом деле немножечко меньше чем всех барионов сюда я написал все барионы но надо было бы более аккуратно писать сюда протоны я это сейчас делать не буду нет для грубой оценки этого достаточно может быть надо сказать чтобы уметь оценивать сечение надо сказать что сечение такого типа реакции при низких энергиях обратно персональной скорости это знаменитая формула бета и наверное я отвлекусь на нее два слова скажу значит вот если у меня есть две нелетивийские частицы а и b значит ну скажем системе центром масс ну или скажем если у меня частица б покоится а на нее налетает что такое сечение сечение определяет вам число реакций это есть сечение этой реакции умножить на поток частиц а частица б покоится на нее медленно налетает частица имени а то количество реакций в единицу времени точнее количество реакций на этой частице б на одной выделенной частице б в единицу времени вот такое сечение умножить на поток частица теперь а когда реакции происходит в эс-волне то есть нет никаких центробежных барьеров значит количество реакций дм по дт пропорционально концентрации частиц а вблизи этой частицы б пропорционально концентрации частиц а ну если у вас взаимодействие происходит какой-то области какого-то размера то сколько частиц а находится в этой области столько и реакций протекает а поток ж этих частиц это что такое концентрация этих частиц плотность этих частиц умножить на их скорость верно поэтому сравнивая эти два выражения мы видим что сечение пропорционально единице на b это и есть формула бета ну точнее можно написать что сигма равняется сигму ноль некоторых геометрических же величина поделить на скорость если у вас реакция происходит на расстоянии каком-то r0 то сигма ноль это просто пи 0 в квадрате значит замечательно это верно для с волнового сечения для ситуации когда нет никаких центробежных барьеров сечение ведет себя как единица на b если это значит с волнового сечения если по каким-то причинам с волновых реакций не происходит а происходят реакции в п волне то есть в ситуации когда у частицы а имеется угловой момент единичный сечение ведет себя по другому сечение пропорционально скорости связано это с тем что нужно преодолевать центробежный барьер существенно разная зависимость от скорости в с волновом случае и в п волновом случае в первом случае сечение обратно пропорциональной скорости во втором случае пропорционально есть прямая пропорциональная скорость ну вот после этого замечания можно оценить сигма в сечение образования нейтрон дитерия в реакции нейтрон плюс протон как геометрическое сечение а геометрическое сечение это что такое это величина пропорционально характерному адронному масштабу характерному размеру протона что есть примерно масса пиона обратно то есть грубо говоря это есть единица на mp в квадрате так но это еще не совсем так потому что это электромагнитный процесс вам надо испустить гамму квант всякий раз как вы испускаете гамму квант вам приходится платить за это множителем альфа одна сто третий седьмая ну грубо говоря такая оценка есть должна бывало быть значит альфа поделить на двести мэф в квадрате ну 200 мэф это 10 минус тринадцатый сантиметра обратно единица на 200 мэф это 10 минус тринадцатый сантиметр 10 минус двадцать восьмой сантиметр квадратных ну это не совсем правильно потому что дейтерий это рыхлая система это система с маленькой энергией связи а такие системы образовывать трудно чем более рыхлая система тем сложнее ее образовать нейтрон с протоном сталкиваются но вам еще надо подобрать импульсы так чтобы в конечном итоге у вас образовалась рыхлая система поэтому эта оценка неправильная а более правильная оценка такая сигман нейтрона это есть в общем более-менее правильная но с учетом того что это рыхлая система 2 на 10 минус тридцатый квадратных сантиметров значит так по простому это получить трудно но понятно что есть дополнительное подавление связанное с тем что нейтрон и протон в этом диетерии болтается далеко друг от дружки медленно движется и такую систему продавать трудновато так хорошо тогда теперь уже совсем не трудно эту ширину найти в общем знаем сечение сигмана В знаем 6 на 10 минус 10 знаем температуру 75 кФ подставляем и получаем значит величину гамм н порядка примерно половина секунды минус 1 значит замечательно что вот эти вот ядерные величины ферми единицы на 200 мФ это ферми 10 минус 13 сантиметра и температуры характерные которые мы с вами получали собираются вот такую величину и численно составляют примерно обратную секунду половина обратной секунды замечательно что это не очень далеко от параметра Хаббла всего на 3 порядка отличается удивительное дело вообще говоря совершенно разный разного смысла величина так вот видно что время жизни нейтрона по отношению к реакции с образованием глитерия мало ширина большая значит время жизни мало это обратное время жизни большое по сравнению с параметром Хаббла время жизни соответственно много меньше чем Хаббловское время это означает что нейтроны за Хаббловское время успевают образовать ДТ скорость реакции достаточно для образования ДТ что вообще говоря не вполне очевидно было с самого начала но факт жизни такой теперь замечание состоит в том что коль скоро у вас ДТ ре образовался реакции в реакции с его участием начинают образоваться гелий-4 в конечном итоге и все нейтроны перебутыливаются в гелий-4 значит скорость образования гелий-4 тоже достаточно большая и поэтому образующийся ДТ ре переходит реакции мы обсудим еще переходит в конечном итоге гелий-4 ну вот теперь можно посчитать нейтрон протонное отношение гелий-протонное отношение значит которое получится в конце концов значит что я должен сказать я должен сказать что мои реакции происходят в такой вселенной которая расширяется в которой время жизни примерно 230 секунд поэтому концентрация нейтронов ну давайте ее отнесем к концентрации фотонов с тем чтобы эта величина была бы постоянной если бы нейтроны не распадались значит при температуре внутренняя синтеза эта величина не равна той которая была при закалке мы помним что закалка происходила гораздо раньше когда время жизни составляло примерно одну секунду значит эта величина равна отношению тому же самому при закалке нейтронов температура нейтронной закалки n-декаплинг умножить на что умножить на фактор который учитывает что нейтроны распадаются за это время значит E в степени минус ну давайте это напишем TNS время жизни Вселенной к началу нуклеосинтеза к нуклеосинтезу TNS минус T нейтронной закалки давайте формально напишем хотя эта величина очень маленькая одна секунда на время жизни нейтрона нейтроны слегка подраспадаются вот время жизни нейтрона это величина примерно равная 880 секунд поэтому значит нейтроны частично распадаются этот фактор непренебрежимо отличается от единицы часть нейтронов распадается значит мы с вами оценивали сколько их образуется на сколько их есть во время значит отщепления нейтронов соответственно мгновенно пишем нейтрон протонное отношение NNNNP во время нуклеосинтеза с учетом вот этого множителя который учитывает распад это есть что такое это есть NN это есть отношение плотности числа нейтронов протонов на момент протонов нейтронного декаплинга на экспоненту вот эту самую давайте я напишу TNS на таву нейтрона пренебрегаю вот этой секундой значит а знаменатель число протонов это число протонов протонов момент нейтронного декаплинга на то сколько протонов добавилось из-за раскладов нейтронов это что такое это есть единица минус TNS на tau N умножить на число нейтронов в момент TN декаплинга что столько нейтронов осталось а столько протонов образовалось вот видно что вообще это личина чувствительна и к тому как происходит нейтронов декаплинг это мы с вами уже обсуждали но она и зависит от времени жизни нейтрона тут такая интересная физика что нейтрон протонные отношения в конечном итоге концентрация гелия которая получается в конечном итоге зависит от времени жизни нейтрона она чувствительна все таки к времени жизни нейтрона и ошибки которые были до недавнего времени экспериментальной погрешности в определении жизни нейтрона они давали довольно существенный вклад в погрешность определения гелия гелия 4 грани всей значит ну мы говорили с вами что моменту нейтронного отщепления н н м к м а при т м декаблинг это величина составляла у нас с вами примерно 0,18 а за счет того что часть нейтронов распалась чуть-чуть протонов прибавилось отношение н нейтронов к м протонов уже при нуклеосинтезе составляет величину примерно 0,14 если подставить вот эту величину сюда ну поделить на н протона останется здесь отношение нейтронов протонов на момент декаблинга и учесть время жизни Вселенной и время жизни нейтрона то получится уменьшение числа нейтронов к нуклеосинтезу ну и отсюда мгновенно получаем массовую долю ядер гелия x 4 гелия это есть как раз отношение массовой доли гелия ко всем нуклонам значит это есть масса гелия 4 4 считаю что все нейтроны превратились в гелий 4 в каждом из ядер гелия 4 2 нейтрона поэтому здесь стоит половиночка н нейтронов вот в этот момент ТНС ну и поделить половиночкой концентрация концентрация ядер гелия половиночка концентрация нейтронов поделить на а значит н протонов от ТНС все нейтронов от ТНС ну все масса гелия 4 это умножить на массу протона конечно массу нейтрона массу протона я не отличаю для оценки с хорошей точностью массы гелия 4 это 4 массы протона значит вот это это величина равна 2 н нейтронов н протонов ТНС поделить на единицу плюс н нейтронов н протонов от ТНС ну вот я если теперь это 0,14 подставить в качестве нейтронопротонного отношения к времени внутрисинтеза то эта величина как раз получится равной примерно 0,25 по массе гелий составляет четверть всех барионов сосредоточены в гелии остальные три четверти остаются протоны свободы на этом давайте закончим в в в в в в в в